Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о том, что запросто может оказаться у нас с вами над головой. Как выбрать кровлю для загородного дома, какие ее типы существуют и разберемся в ценах. Начинаем! При строительстве дома чаще всего наиболее дорогостоящим элементом является крыша, которая и определяет первое впечатление от внешнего вида. Однако просто красивая крыша – это хорошо, но мало. Помимо внешней эстетичности она должна быть еще и надежной и долговечной. В современном индивидуальном строительстве используются многие виды крыш, поэтому главная задача здесь – не заблудиться среди десятков предложений и сделать правильный выбор. От эконом-класса до премиум-сегмента. Эконом-класса – это начинается андулин, то есть это всем известный по форме шифер, но это уже не шифер, а прессованная бумага, пропитанная битумом. Следующий сегмент идет у нас профлист, металлочерепица. Разновидности представлены очень большие металлочерепицей. И заканчивается все мягкой кровлей и керамочерепицей. Кровельные покрытия надо выбирать по нескольким основным характеристикам. Это форма, цвет, вес материала, цена на проведение монтажных работ, стоимость самих материалов, надежность. Выбирая кровельное покрытие, следует учитывать определенный вес, который имеет каждый материал. Например, натуральная черепица превосходит металлочерепицу почти в 10 раз. В качестве кровельного покрытия часто используют материал андулин. Он производится из стекловолокна и пробитым битумом. У него небольшой вес и низкая стоимость, но он неустойчив к резким перепадам температуры и быстро воспламеняется. Старая добрая черепица – материал для покрытия крыши, имеющий глубокие исторические корни, ведь применяться он начал еще в древности. Черепичные крыши красивы и долговечны, однако, выбирая этот вариант, следует помнить, что любая черепица отличается солидным весом. Поэтому необходимо обратить внимание на надежность, тропильные системы и конструкции дома в целом. Также стоит обратить внимание на металлочерепицу или мягкую черепицу. Мягкая черепица она, и фактура у нее порядка 10 разных фактур, и цветов порядка 20, то есть это вот в плане визуальной красоты. Часто используют рубероид, изготавливают его из картона, который с обеих сторон оклеен битумом и посыпан крошкой. Этот материал пожароопасен, но из плюсов рубероид является хорошим теплопаром и термоизолятором, а также хорошим шумоизолятором. Чаще всего, конечно же, используют в качестве кровельного покрытия шифер, который имеет небольшую цену. Он долговечен и огнеустойчив. Кроме того, шифер не нагревается на солнце. Этот материал имеет и свои недостатки, хрупкость и большой вес. А с течением времени от постоянной влаги он может покрываться грибком и мхом. Если дождь идет, то по крыше, по профлисту он очень сильно барабанит. Если у вас также есть мансардный этаж, это поспать у вас не получится. Он очень барабанит. По мягкой черепице эти все нюансы сразу откидываются. Помните, что крыши даже изготовленные из самого качественного материала не прослужат долго, если не следовать правилам эксплуатации этого материала. Виды кровельных покрытий для крыш разнообразны. На рынке существуют и очень дешевые предложения, однако экономить можно только до определенного уровня. Также не забывайте, что долговечность кровельной системы дома зависит от правильного монтажа даже больше, чем от качества выбранного материала. Цена от 150 рублей за андулин. Это работа, имеется в виду. Если работа материал брать, то это порядка 400 рублей за квадратный метр. Вот. Берем профлист, уже уходим дальше, прибавляет плюс 20%, наверное, потому что от 700 и выше. Выбирая кровельное покрытие, нужно обязательно учитывать и форму крыши. Если планируется монтировать кровлю сложной формы с различными по форме скатами, то при использовании листовых материалов, например, металлочерепицы, количество отходов превысит 30% от общего количества материала. Таким образом, крыша обойдется слишком дорого, потому для сложной кровли целесообразнее использовать другой материал, например, мягкую черепицу или другое покрытие, при монтаже которого расходы будут не так высоки. Работа, особенно с акцентированной вниманием, должна выполняться профессионалами, потому что кровля – это основа всему дома. Если будет протекать кровля, со временем у вас она подточит и стены, и пойдет плесень, которую потом очень сложно вывести. Профессионалы напоминают, что крыша не тот элемент дома, на котором стоит чрезмерно экономить. Излишнее стремление уменьшить расходы в данном случае приведет к потере качества самой кровли, хотя затраты на монтажные работы, утепление и так далее останутся без изменений. Потому, если вы ждете от своей крыши надежной службы на долгие годы, постарайтесь приобрести кровельное покрытие более высокого качества. С кровлей мы разобрались, теперь будем узнавать, как выбрать правильно забор. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова